Ммм, а что? Где? А, ну да, самый отстойный бар на районе. Так, посмотрим все мои вещи на месте. И никто даже не сорвал с меня рубашку, левчик, штаны или трусики. Ох, ну и скукотищем. Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить вальгалочку. Не забываем про лайки, комментарии, подать им видосам. Ну и погнали. Так, мне тут подсказали, что вроде бы как вот это вот токабельное еще. Только я так полагаю, у меня пока еще нечего токабельнять. Ток-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Цветет и пахнет прямо от того, что читает какое-то письмо, я так полагаю. Ладно, раз тут ни хера пока токабельного нет. Да. Ну и почитаем эти самые. Дополненную... Правда, ванакама есть. Вот и... Выбрать стиль. Нанакама. Апп. Потрясающе дополненная правда. Нас мас... А нас маскот. Маскот. Камычан. Наш маскот. Ее создал дизайнер персонажей. Сукибан Геймс. Мастер своего дела. Киририн 51. Ей нравится... День рождения 24.01. Параметры 85-65-90. Почти идей в войну. Ей нравится. Лен Кормус. Ася одежда в... Клевармейском стиле. Клевармейский стиль. Перстиковый торт. Он нос. Нанакама. Компания, созданная в 2068 году. Первопроходится в создании наноткани, способной изменить свою текстуру в реальном времени. Занимаясь военными разработками, мы также предоставляем свою продукцию простому потребителю по самым доступным ценам. Окай. Так, раз больше считать нечего там, ну и пофига. Здание банка Аполлон заблокировано в ходе террористической атаки. Неизвестные взломали экраны в районе Казанова, чтобы передать сообщение о террористической угрозе, направленной в отношении тростового банка Аполлон. В сообщении утверждалось, что подрывник, чья личность на данный момент не установлена, уже находится в здании банка. Контртеррористическая группа белых рыцарей немедленно прибыла на место. Однако, вход в банк оказался заблокирован вследствие внешней хакерской атаки. Возможно, мы столкнулись с двойной угрозой, сообщила ДП Хлоя Бауэр, член КТГ. Банк был запечатан собственной противоаварийной системой. Однако, ни один из банковских терминалов в тот день не работал. Все входы заблокированы, заложники в западне. Хакеры атаковали дополненную правду. Реакция ДП. Всем привет, в дополненной правде мы серьезно относимся к... к вашей безопасности. Поэтому мы считаем своим долгом сообщить вам о том, что недавние статьи про Элис Рэббит были подвержены акту вандализма со стороны Элис Рэббит или хороших подражателей. Ой, а мы не заметили. Искренне просим простить нас, пабс... Но обстоятельства вынуждает ограничить... ограничить, блять. Освещение феномена Элис Рэббит только до проверенных фактов, исключив развлекательный контакт, контент с уважением редакция ДП. Загрязнение достигнет рекордного уровня в следующем году. Несмотря на то, что в большинстве стран мира промышленность была приспособлена к изменениям климата, гличи с этим все еще полагаются на устаревшие технологии, чтобы сохранить низкие цены и высокий уровень дохода. Как результат такого отношения к елу в следующем году ожидается заметный рост объема выброса в атмосферу опасных веществ. Предположительный уровень загрязнения сделает жизнь в некоторых районах города невозможной. Кость почвы погибает с угрожающей скоростью, сообщают эксперты. Конечно, никому не хочется носить специальные плащи и зонты. Но специалисты утверждают, что нам следует с этим смириться. Ясно-понятно. Так, я-то полагаю, ничего больше нигде нет? Да, Данджару. Дангеру. Окей, значит, теперь уж можно и на работу. Суббота, 17 декабря. А у меня и сегодня. Тоже суббота, но 5 декабря. Ну, вот на момент записи. Вечер добрый. Блядь. Чё я сделал? Блядь, у меня игра. Чё тут перешло? Да блядь. Линейное развертывание, атмосферный индекс. Хоть его знает, что-то. Чёрт бы с ним. Вечер, блядь, а что такое? Аааа, боже, да ко мне допёрло. Боже, я ничейно на Enter нажимаю с пульта. А тут Enter, это переход в экранный режим. И из него. Вот так-так, я уже подумала, что ты сегодня не придёшь. В банке Аполлону всё плохо, а значит, людям захочется запить свои тревоги. Эх, ты очень усердно трудишься. Можешь взять отпуск, когда захочешь. Да и на улице сейчас не очень безопасно. Так всегда было, раз уж мы заговорили об этом. А если бар закрывается, то я уж точно не могу остаться в стороне. Интересно, есть ли бары, в которых слухи о закрытии использовали для мотивации работников? Как по мне, результат был бы ровно противоположным. Плюс я умру со скуки, если останусь у себя дома. Так что, я бы пришла в любом случае. Что ты сказала? Ничего важного. Джилл ещё не вернулся? Не, но я бы сильно за него не переживала. Как скажешь. Да, девчонка, всё ещё здесь? Ага, спит так сладко, что мне неловко её будить. Так что, ты не против сделать? Так что, ты не против сделать это за меня? Вообще-то, нет, я против. Но главное, здесь ты. По большому счёту, это моя вина в том, что она спит у нас. Ну, прости меня. Эй, милочка, ещё часа мы начинаем брать с тебя плату за ночлег. А, что? Где? А, ну да, самый отстойный бар на районе. Так, посмотрим, все мои вещи на месте. И никто даже не сорвал с меня рубашку, левчик, штаны или трусики. Ох, ну и скукотища. Она ещё и расстроилась из-за этого, из-за этого, господи. Ёптвоё, боже. Ой, это же бармен без сисек. Доброе утро. Что в тебя-то? Пиздец. Скорее, вечер. Вечер? Ну, да ладно, по крайней мере, я давно так классно всю ночь. В смысле, день не спала. Извини, если доставила тебе хлопот прошлым вечером или сегодня. Да ничего. Бармен без сисек такая милая. Спасибо, что позаботилась обо мне. Пока-пока. Ёптвою мать. Чуваки-чевихи, всем привет. Стрим-тён заряженная энергией и готова к новым приключениям. Эээ, луна, как жутца. Я чувствую себя так, будто выпустила в мир страшное зло. Ой, ну да ладно тебе, не такая уж иная плохая. Лучше скажи мне, что это за бутылка? Бутылка абсента из дома. Я пошла её оценивать, но мужчина сказал мне, что без этикетки он почти ничего не стоит. А оценить. Но это же всё ещё хорошая бутылка абсента. Вот как? Будешь его сегодня наливать? База данных определила абсент, ээээ, так что это не подделка. Если клиент попросит, то налью, но так нет. Хорошо. Не хочешь немного? Я пас абсент, это не моё. Ладно, я буду у себя в кабинете, осторожней с этой штукой. Хорошо. Так, ну ладно. О, господи, опять эта фигня. Так. Чтоб хотя бы одинаково её не выбирать. Так. Ну, вроде. Вроде готово. Время проливать напитки и крошить судьбы. Стоп. Там же по-другому было. Ну вот. Даже подколоть некому. Блин, тут одиноко без джела. Надеюсь, что весь тот шум на улицах не переведёт к нам каких-нибудь психов или вандалов. Ого. А, даже так. Добрый вечер. Твою мать, вот уж накаркала, так накаркала. Добро пожаловать в Вальгалу. Что вы будете заказывать? Посмотрим. Я буду зелёную фею. Зелёную фею? Голубую фею. Простите, меня бутылка абсента немного смутила. Этот мозг просит голубую фею. Дадим ему немного пищи, Лёма. Да, это было ужасно. Так. Голубая луна. Оооо. Карматрен по вкусу. Малыш мой. Ты сейчас будешь блевать. Я не знаю, чем ты будешь блевать. Ха, ну а то, что карматрена тут будет просто пизда, это я тебе обещаю. Йоп. Пятнадцать карматрена там, блин, считай я чистый спирт. Сладкий, дамский, мягкий. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Перемешать его и держать. Кхм, погнали. Угощайтесь. Как вкусно. То, что надо. Так, эмм, как вы собираетесь... О, вы можете хватать вещи. Я могла бы и догадаться. А пить вы можете? И есть. Лили-ли мы используем такую же систему. Могу я вас кое о чем спросить? Эмм, эмм, мисс... Зови меня Тейлор. Просто Тейлор. И да. Такая милашка может спросить у меня что угодно. Хорошо. Тейлор. Вау, ты первый человек на моей памяти, который не стал острить в духе. Приятно познакомиться, просто Тейлор. Не, это было бы слишком просто. Ты мозг в банке, верно? Я точно не голограмма, в этом у меня сомнений нет. Так что да, я самый настоящий человеческий мозг в банке. Но как? Почему? Что, неужели мое обаяние лишило тебя дара речи? Ну, как бы обычный человек не каждый день такое видит. Это многое о чем говорит, учитывая то, где я работаю. Не страшись, ибо у меня всегда для таких случаев заготовлена пламенная речь. Речь? Перед тобой один из пяти великих автономных мозгов. Мы мозги, живущие в условиях, позволяющих нам существовать подобно любому другому гуманоидному существу. В эти банки встроены компьютеры, которые сканируют нашу активность. Медленно, наверное, мы помогаем миру постичь принципы устройства самого сложного компьютера, созданного природой. Могу поспорить, эта речь появилась потому, что вас раздражало объяснять одно и то же снова и снова. Возражу. Она была составлена не потому, что меня это раздражало. Просто хотелось подготовить продуманный и красивый ответ. Смотри, у меня с собой есть даже пара брошюр. Хочешь одну? Ну, давайте. Ну, а что привело одного из пяти уникальных автономных мозгов в такое место? А, я просто живу неподалёку. Вот как-то так раз и возникло желание выйти на прогулку в первое за... Довольно долгое время. А раньше вы к нам заходили? К сожалению, нет. Иначе мне бы запомнилась такая милашка, как ты. Кстати, могу я узнать твоё имя? А, м-м-м, меня зовут Джил. Джил? Какое чудесное имя. Спасибо. А вам не страшно было выходить сегодня на улицу? Ситуация-то в городе напряжённая. Тебе ведь это не помешало прийти сюда, не так ли? Это верно. Меня так просто не запугать модными и зловещими новостями. Вы поразительно энергичны для своего... состояния. Прошу прощения, тебе это раздражает? Нет, вовсе нет. Просто я не предполагала, что мозг в банке может быть таким счастливым. В какой-то момент моё тело стало просто бесполезным грузом. Эта новая форма существования позволяет мне достигнуть гораздо большего, чем раньше. Плюс я делаю что-то, что в будущем послужит на благо всего человечества. Разве это не повод для счастья? Не знаю. Хочешь подарить мне счастье, Джилл? Смотря что для этого нужно сделать. Не беспокойся, просто налей мне пиво. Даже мозги любят пиво. Вот, тогда ладно, я подарю вам счастье. Пол пинты пива подарят Тейлору счастье. А я думал, это баба. Ладно, неважно. Так, пенистая водичка. Да, так ладно. Блять, мы пиво-то хотели. Альдегид, два экстракта бронза, один синий, два зелёных. Один, два, три, четыре. Перемешать. Погнали. Вот пиво. О да, что бы ни случилось, ты не пожалеешь, если выпьешь пиво. Буквально вчера я разговаривала с клиентом о загрузке сознания в облако. Неужели? Ага, мы говорили о том, что даже если ты загрузишь свой мозг, то всё равно останешься здесь. Такие мысли и меня порой посещали. А как ты думаешь, твоя сущность в кибернетическом пространстве осознавала бы, что её перевестили? Всё ли бы она помнила? Как бы она вообще себя ощущала там? Ммм, вопрос интересный. Мне вот и всегда было интересно, а может ли Лилим принять человеческий мозг? Один из мозгов использовался для такого эксперимента. Лилим получился вполне дееспособным. К сожалению, внешне он выглядел не очень из-за всех этих жутких проводов и всего такого. Они ничего вроде переноса его личности не делали. Просто подключили мозг к телу. Жуть. Ну уж лучше так, по-моему, чем плавать в банке у всех на виду. Признаю, вся эта штука с мозгом выглядит пугающе. Но тело, о котором я говорю, было просто неестественным. Кстати, о неестественном. Каково это было увидеть себя в первый раз? Это был настоящий шок. Хотя он быстро прошёл. У меня никогда не было сильной привязанности к своему телу. В поздние периоды моей жизни, буквально. Знаешь, в чем недостаток этого тела? Я не пьянею. Ну, если для вас это недостаток? Если ты пьёшь алкоголь ради вкуса, то для этого есть варианты получше. Опьянение – неотъемлемая часть процесса. Но почему? Лили мы, например, пьянеют почти как люди. Да, но их мозг – компьютер, подключенный к телу. От алкоголя их мозг замедляет скорость передачи данных к телу. В зависимости от их модели, от моделей их под программа опьянения даже может выдавать разные поведенческие циклы. Но сложно опьянить, когда всё суть твоего существования заключается в том, чтобы понять, как ты работаешь. Да, пожалуй, вы правы. Эй, Джилл! О, Альма! А, ой, Эй, Джилл! Просто, о, Альма, а где же этикет, которым так славятся сотрудники этого заведения? Добро пожаловать в альгалу, что вы будете заказывать? Довольно? Когда ты говоришь с такой интонацией… нет. Эй, привет, красотка. Кто? Ааа! Как же это ранило мои чувства, дорогая. О, простите, я не каждый день вижу мозги отдельное от тела! Ну, как, летом я работала на станции, где Лилима проходит техобслуживание, но там были просто говорящие головы О, ничего страшного, по крайней мере, ты не сбежала в панике и не потеряла сознание Тебя зовут Альма, верно? Я Тейлор Рада знакомству, Тейлор Скажи, Альма, ты позволишь мне угостить тебя коктейлем? Извини, я встречаюсь только с людьми, хотя бы наполовину органическими И у которых есть хотя бы одно лицо Хм, теперь я знаю, к чему стремиться Шучу, просто я хочу порадовать тебя и себя заодно, угостив тебя коктейлем, ты не против? Ну, пока застойка и Джилл, думаю, мне не о чем беспокоиться Замечательно, тогда я плачу за твой следующий напиток Что вы будете? Синий бархат, будь любезно А вот, Тейлор, пожалуй, я пас И ты хочешь, чтобы я пила одно? Не хочется пить слишком много Ну, ладно Синий бархат от Тейлора для Альмы И хорошо И не бархат, есть Так, понятно, тут тоже карматрин Не по вкусу А чисто пять штук Погнали А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а от души знаешь эти три минуты ты был ко мне добрее чем как минимум трое моих бывших за этот год судя по тому как вы общаетесь я рискну предположить что вы давно знакомы верно всего полгода до где-то так если память не подводит правда создается впечатление что гораздо дольше по моим ощущениям так она и есть замолчи ты от меня без ума и сама это прекрасно знаешь значит ты просто начала ходить сюда и все но когда я пришла сюда тот парень кстати а где пабло джилиан архимед да хрен его знает ищет где-то приключения на свою жопу ну так вот когда я впервые пришла сюда меня обслужил тот другой парень вроде бы ничего необычного а в другой раз тут уже была джелл и я не знаю просто мне показалось что она меня понимает у нас почти что связь понимаешь связь у нас значит хотя и слегка грустно от того что с ней у меня куда больше чем со многими людьми всегда приятно встретить пример крепкой дружбы но к сожалению уже поздно и мне пора идти оставляю вас наедине милые дамы мы еще увидимся до скорого приходите к нам еще это тейлор был очень милым хоть и немного странным поначалу один из пяти мозгов у которых изучают ученые или как-то так ну вот тут в брошюре все написано дай-ка взглянуть а да я слышала о них раньше не верю со что мне повезло увидеть одного из них воочию скажи альма сколько людей в твоей семье просто любопытно ну кроме мамы и папы на спец из извини 4 сестры и один брат кстати что забавно наши имена начинаются на 5 первых букв алфавита получается ты самая старшая нет на самом деле я средняя средняя на твое имя начинается на а не бери в голову я не говорила что порядок буквы совпадает с порядком появления нас на свет но моя сестра моя сестра виолетта самая старшая после нее даяна младше меня грейс а младше всех у нас белия в смысле самый младший у нас бернарда похоже тебе никогда не было одиноко да уж на это я точно никогда не жаловалась нас всегда было пятеро в одном доме к тому времени как родились грейс и барни даяна и и виолетта от нас уже съехали слова о семье сегодня я пришла только потому что мне надо отдохнуть от всего этого сумасшествия ты с ними живешь нет но грейс и барни живут к тому же я навещаю их почти каждый день а ну так вот моя вторая старшая сестра даяна только что развелась с мужем но не прошло и недели как она уже затащила другого мужика к себе в постель она оставила детей с родителями мужа и просто-напросто забыла о них и ей вообще плевать что им надо ходить в школу и все такое на даяна вечно творит и черти что со своей жизнью но тут она превзошла саму себя ей нужно время для себя любимой пожить своей жизнью как она говорит она не думала об этом когда вышла замуж в 20 лет она не думала об этом когда выходила за парня которого знает три месяца тебе бы не помешало услышать себе и последовать своему же совету но это так к слову и я не связываю себя узами вечного брака с тем в кого с первого взгляда влюбляюсь ага ну ладно однажды это почти случилось чертова камера поцелуев на стадионе чтобы и камера поцелуев я встречалась с парнем с которым меня познакомила моя младшая сестра он вроде бы был братом ее друга или типа того но мы пару раз погуляли а потом он позвал меня на баскетбол все было хорошо но потом камера поцелуев на велась на нас и вместо того чтобы поцеловать меня он сделал мне предложение это было так трогательно что я почти согласилась левона как значит ты отказала ему на стадионе в объективе сраной камеры поцелуев мы всего три недели встречались алло откуда мне знать может он хотел залезть ко мне в трусы воспользовавшись старым штампом про первую брачную ночь и почему он решил что это хорошая идея до сих пор не понимаю какой-то излишне запутанный план не считаешь делать предложение и ждать брачные ночи только ради секса не стоит недооценивать то как далеко готовы зайти мужчина чтобы затащить тебя в постель и я посложнее авантюры видела любопытство меня распирает скрывать не буду но от расспросов я пожалуй воздержусь будешь что-то еще а что-то за бутылка да я тут бутылку абсанта дома нашла она без этикетки так что не представляет собой ценности ты знаешь как его подавать мне бы понадобилась ложка чтобы опустить кубик сахара ну а станция делает все это за меня он будешь да давай попробуем нальем альми абсанта он числится в разделе фасованных напитков чтобы налить перетащите его на шейкер я понял прям так хорошо осторожно это крепкий напиток это я тебе скажу крепкий он или нет опытная все дела окей мать вашу да он охренеть какой крепкий в порядке да нормально в колледже похуже бывало чем-то занималась в колледже запивала бухло энергетиками закусывала гигантскими пицца така и и все это в компании красавцу учителя но всем нам в колледже нравились молоденькие преподы я про учебу женщина да поняла я поняла ну что ж я вылетела из компьютерной инженерии вылетела меня бесила идея того что мы делали программы для других понятно ладно теперь моя очередь задавать вопросы например какая у тебя семья ну я единственный ребенок в семье мама и папа расстались по обоюдному согласию моя мать скрипачка поэтому она всегда в разъездах с оркестром большую часть времени я проводила с папой тетей и бабушкой по правде говоря мое детство не было особенно насыщенным но разве ты не унаследовала никаких творческих генов от мамы или вроде того я играла на скрипке до шести лет или около того почему ты бросила не знаю просто в один прекрасный день сказала что с меня хватит и бросила как насчет двоюродных братьев или их сестер или остальных и членов твоей семьи я редко с ними вижусь в основном потому что мой отец переехал далеко от них и к тому же большая честь маминой семьи живет во франции значит твоя мама француженка ага ты умеешь говорить по-французски же манж посижу ухты а что это значит полный бред понятия не имею во французском я полный ноль я пробовала научиться на наносу был колледж и я перестала посещать языковые курсы языковые кстати мой двоюродный брат по маминой линии живет неподалеку но тебе будет сложно уговорить меня встретиться с ним знаешь ты везучая все родственники со стороны твоей мать моей матери живут здесь вероятность того что я наткнусь на кого-то из них невероятно высока ну вот и все пожалуй про мою семью к сожалению ничего интересного твоя мама французская скрипачка и ты говоришь ничего интересного я бы послушала как члены твоей семьи роняя слюни рассказывают всем о том что ты хакер хакер звучит слишком экзотично это как если бы я называла тебя миксологом пожалуйста не надо никогда звучит так будто кто-то пытается добавить лишнего пафоса термину бармен вот видишь для лаконичности слова хакер подходит неплохо но это все равно немного не то я консультант по вопросам безопасности люди хотят найти брешевых системах защиты а я делаю все возможное чтобы обнаружить их как можно быстрее им нужна безопасность я им ее обеспечиваю как и в глич и сети так и в любом другом уголке земли погори ты же вроде бы рассказывала что взламывала база данных с целью раздобыть некую информацию словно какой-то наемник это не отменяет тот факт что хакер не самый корректный корректный термин звучит так как будто это все нелегально хотя на самом деле это честная работа они то ли говорила что однажды вытащила компрометирующие фотки из телефона какого-то чувака ну почти честная работа ты меня уже с ума сводишь кстати почему-то решила стать хакером я всегда оттащилась от головоломок даже когда я была ребенком никогда не расставалась судоку или кроссвордом но в какой-то момент я поняла что они все одинаковые так что в колледже я выбрала курс безопасности систем именно таких загадок мне и не хватало обход систем безопасности многогранная и комплексная задача нужно подходить к ее решению с разных сторон вся суть в том чтобы улучшать системы безопасности поэтому с каждым разом они становятся все более неприступными ты уже думаешь что разгромило их под ноль они бац и опять вы все поменяли так что этого не так что это нечто вроде бесконечного пазла или с моей помощью этот пазл становится все сложнее в таком ключе я об этом даже не задумывалась хотя бы на деле это хотя на деле это не так захватывающе как показывают в кино мы никола шматим по клавиатуре как угорелые уверяю тебя но как же приятно смотреть как твой код обходит защиту кстати нам кто еще до сих пор думает что по телеку ну фильмах сериалах и по телеку правда подобно показывают хакеров нет они обычно сидят пьют чай и кофе и смотрят как написанный заранее софт делает какие-то расчеты и все неловко да будет что-нибудь еще дай мне безалкогольного а то что-то голову не хочется усугублять после этого абсента что-нибудь безалкогольное легко папа папа слева в духах в мужской шляпе что а где тут безалкогольное есть так стоп и где-то я там видел боже какая-то была водичка то сладкая водичка вроде бы а пенистая господи а это все же алкогольное не астоп вот именно что вот это безалкогол и перемешать выдержать понеслись почему она похожа на пиво пожалуйста надеюсь ты мне туда ничего не подмешала для острота и ощущений альма прошу тебя джил а вот скажи мне чем могут быть чреваты твои ошибки с заказом клиента но люди вправе мне не платить если они не заплатят я не получу премию нет премии меньше денег про чаевые тоже можно забыть и это совсем грустно учитывая что мне надо еще счета оплачивать да ясно тебе не приходится из кожи в англисте тебе не приходится из кожи в англисте чтобы оплачивать счета счета не ты даже не представляешь какие тебе сейчас ненавижу но моя работа приносит неплохой доход к тому же я почти не трачу деньги на что-либо кроме еды и квартплаты ну может еще на обслуживание рук и покупку нового оборудования а так я знаю если у тебя проблемы со счетами почему тебе бы не переехать ко мне мы могли бы жить вместе не знаю ага спускать вещи по лестнице потому что лифт сломан переносить всю коллекцию алкоголя и это еще не считая моей весьма замкнутой кошки которая как-то раз была очень недовольна тем что я переставила мебель у меня голова болит от одной только мысли о переезде знаешь совсем не обязательно принимать каждое мое слово всерьез знаю просто я уже думала об этом раньше а теперь мне нужно подышать я на перерыв хочешь присоединиться ты зовешь меня в переулок за баром приличные дома сперва приглашают на ужин каждая твоя шутка забирают у меня время моего перерыва ладно пошли босс я на перерыв крикни меня если кто-то ждет но естественно и ура у нас перерыв что самое время сохраниться и сказать что на этом сегодня все всем спасибо за просмотр и всем пока а а